Когда пророк сказал То есть нет более любимых дней для Аллаха, для благих деяний, как эти первые 10 дней В этот момент пускай каждый нас скажет Я раб, о мой Господь То есть я даю садака, перед тобой есть возможность дать, помочь кому-то, сделать садака И ты в этот момент, когда берешь садака, задумываешься Аллах, ты любишь в эти дни благие деяния Вот этот мой брат нуждается, вот этот мой родственник нуждается Но я делаю ради тебя, Аллах, ради твоего удовольствия Потому что ты это любишь и даешь на пути Аллаха, чувствуешь Чувствуешь сладость веры То, что ты сделал, это ради Аллаха, субханаху ва-та'аля Тем самым приближаешься Приближаешься к Аллаху, субханаху ва-та'аля Аллах, субханаху ва-та'аля, если ты любишь духа, намаз в эти дни благие деяния Я еще буду читать духа, намаз Если ты любишь чтение Кур'ана, я буду читать Кур'ан Сейчас возьму, встану, возьму омовение Найду кибли, прочитаю два ракета намаза Для бы приблизиться к тебе И от любви к тебе, о мой Господь И в этот момент, когда ты делаешь все вот эти благие деяния Ради Аллаха, субханаху ва-та'аля, понимая и размышляя то, что Аллах, субханаху ва-та'аля, любит это В этот момент, что говоришь О мой Господь Я сделал то, что ты любишь Я делаю это ради твоего довольствия И у каждого из нас есть хаджат То, что мы нуждаемся в Аллахе, субханаху ва-та'аля Аллах, субханаху ва-та'аля, в Кур'ане говорит О, люди, вы все нуждаетесь в Аллахе Все вы нуждаетесь во Всевышнем Аллахе, субханаху ва-та'аля Аллах, субханаху ва-та'аля, он ганий, богатый Хамид, он самодостаточный Он ни в чем ни в чем не нуждается И в этот момент мы говорим О, Аллах, субханаху ва-та'аля, я сделал то, что ты любишь ради тебя Дай же мне то, что я люблю, Аллах, субханаху ва-та'аля Хорошо относись ко мне, Аллах, субханаху ва-та'аля Не оставляй меня без своей помощи, я, Аллах, субханаху ва-та'аля Я хочу, чтобы мои дети Были праведными, я хочу, чтобы мой Сын, аль-хамду-ля Вырос праведным Рабом твоим, чтобы он не сбился с пути Не связался с какой-то ненужной компанией так защити же его, ой, Аллах, Субхану Ва Та'аля. Я, Рабби, инну хиббуль барака фимали. О, Аллах, я хочу, чтобы в моем имуществе был твой баракат. Фабарик ли фимали, я, Рабби. Дай мне баракат в моем имуществе, о, мой Господь. Я, Рабби, ана ухиббу саламата джасадиминал марад. О, мой Господь, я хочу, чтобы ты мне дал исцеление от той или иной болезни. Я ради тебя, Аллах, Субхану Ва Та'аля, делаю благие деяния. О, Аллах, Субхану Ва Та'аля, будь же ты так же ко мне милостив, и, Аллах, Субхану Ва Та'аля, отдали от меня болезни. Поэтому, Аллах, Субхану Ва Та'аля, юамилю лабда, бимитли ма юамилюху лабдуби. Это каида, это правило, в жизни правило, в шариате. Поистине, Аллах, Субхану Ва Та'аля, относится к своему рабу тем, как раб Аллаха, Субхану Ва Та'аля, относится к своему Господу. На этой долине в Коране, где Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля говорит «Вспомните обо мне, и я вас помню». Поэтому Аллах Субхану Ва Та'ля любит, когда его вспоминают его рабы. Это называется «Джаза у мин джинси л'амал». В шариате называется «Джаза у мин джинси л'амал». Как говорится, что посеешь, что пожмешь. Как ты относишься, так и тебе Аллах Субхану Ва Та'ля относится. Поэтому кто, кто хочет, чтобы Аллах Субхану Ва Та'ля вспомнил о нем в небесах среди высшего общества, среди ангелов, то этот раб должен вспомнить об Аллахе Субхану Ва Та'ля на этой земле среди рабов Аллаха Субхану Ва Та'ля. А если же наоборот, Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля в Коране говорит «Насю Аллах», они забыли Аллаха. «Насю Аллах», они забыли Аллаха Субхану Ва Та'ля. Когда они забыли Аллаха, как Аллах поступил с ними? И Аллах их забыл. И Аллах их забыл. Забыли об Аллахе. Была возможность давать закат. Они не давали закат. Забыли Аллаха. Не вспоминали об Аллахе. Забыли Аллаха. Не приближались к Аллаху благими деяниями. Забыли приблизиться к Аллаху. Аллах их оставил. Они не нужны Аллаху. Аллах в них не нуждается. Но одни не забыли себя. Не забыли своих детей. свои семьи, свои супруг, когда своим ребенком заходят в магазин, что ты хочешь, сыночек, что ты хочешь, супруга, что ты хочешь, что тебе купить. Об этом они не забыли. Но они забыли Аллаху, этот народ. И Аллах говорит, и Аллах их забыл. Поэтому, уважаемые братья, вот такие великие дни, чтобы мы не были из числа тех, которые забыли Аллаха. И Аллах этих людей забыл. А чтобы мы были те, кто вспомнили об Аллахе, помнили Аллаха, еще больше стремились к Аллаху, приближались к Аллаху, любили Аллаха, чтобы Аллах, нас вспоминал. Аллах, говорит, то есть аяты, где Всевышний Аллах отвечает тем людям, то, что они заслужили. Чем они пришли к Аллаху, и этим же им отвечает. Поэтому, во многих аятах Аллах поясняет, это правило, шариата, награду человек, то, что заслужил, то и получит. Поэтому, когда Аллах, субхану ва Та'ля, сотворил рабов, среди рабов есть богобоязненные, есть те, кто не боятся Аллаха, не страшатся Аллаха, есть верующие, есть неверующие, есть богатые, есть бедные. Адам, алейсалям, спросил Аллаха, я рабби, лав савейта байна льбад. О мой Господь, я рабби, почему ты всех не сделал одинаковыми? На что? Аллах, субхану ва Та'ля, ответил ему, я Адам, я люблю, когда меня благодарят. Как Аллах, субхану ва Та, любит тех, которые благодарны Ему, Аллах, субхану ва Та, также не любит тех, кто забыли О Его, которые не благодарят Аллаха, не благодарны Всевышнему Создателю, Аллаху, субхану ва Та'ля. При этом мы понимаем то, что Аллах не нуждает в нашем благодарности. Пророк Мухаммад, саллаху алисам али санфи, хадиси кудси, достоверным хадиси, где Аллах сказал на усты пророка Мухаммада о мои рабы поистине вы никогда мне ничем не сможете навредить, никогда мне не сможете принести пользу о мои рабы если первый человек из вас последний человек из вас, люди, джинны все будут неблагодарными мою власть ничем они не уменьшат так же если наоборот первый человек из вас, последний человек из вас то есть Адам, начиная с его времени до последнего человека, который проживет на этой дунне досудового дня все будут верующими благодарными, тем самым мою власть не увеличат говорит Аллах, я ибади, о мои рабы а что же это благодарство ваша жизнь это ваши дела которые я собираю для вас а потом покажу вам судный день ваши дела кто застанет свои дела благими пусть благодарит Аллаха если бы Аллах не направил нас на этот путь мы бы не нашли бы путь истикамы пусть благодарит Аллаха то, что Аллах дал ему возможность быть благодарным а то, кто свои дела застанет в студный день плохими то пусть никого не обвиняет кроме как самого себя сказал Аллах Аллах никого никогда не притесняет люди сами же себя притесняют говорит си вишна Аллах субханнаху ва та'ала спасибо 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 спасибо